Больше всего интересует роль премьер-министра Дмитрия Медведева. Был такой фильм в 1992 году, кажется, он назывался «С меня хватит». Главного героя в исполнении Майкла Дуглса, что называется, прессует жизнь со всех сторон. Но честный протестант терпит испытания, посланные Всевышним. И тут в жалкой лавке какой-то кореец отказывается разменять ему доллар. Герой добивается справедливости при помощи бейсбольной биты, крушит лавку, а потом и весь город. «С меня хватит», кажется, сказал сегодня Дмитрий Медведев. Как активный пользователь социальных сетей, считаю, что российское законодательство обязаны соблюдать все. И сами сети, и пользователи. Но отдельным чиновникам, отвечающим за развитие отрасли, надо иногда включать мозги. И не давать интервью, объявляющих о закрытии соцсетей. Мы не поверили, мы бросились проверять, тот ли это Медведев, за спиной которого Роснефть, Игорь Исечина и компания «Бритиш Петролиум» договорились о слиянии, не посоветовавшись премьер-министром страны. Тот ли Медведев, про которого кремлевские мультипликаторы снимали сериал в стиле «А ну погоди!» про родственные связи окружения премьера с попавшими в путинскую опалу братьями Белаловыми. Если бы Дмитрий Анатольевич запросил у службы безопасности справку о своей правой руке Дворковича, он бы знал, что Аркашу и Ахмеда связывают старые дела еще из 90-х. И то, что главный гольфист страны попался ему на глаза, было совсем не случайно. Ну и другие игры на информационных полях. Пока Путин играл с леопардами, Медведев кормил бактерий. Новости о посещении премьером биогазовой станции усилиями прокремлевских блогеров превращались в рост шуток. Белгородские бактерии пришлись по вкусу Медведеву. Медведев кормит бактерии через смартфон. Это только заголовки официальных отчетов. 26 марта этого года президент Путин собирает членов Медведевского правительства и обсуждает с ними вопросы интеграции Крыма и выполнения майских указов. А тем временем сам премьер на Мосфильме имитирует топот конских копыт. Комментаторы важных правительственных трансляций фиксировали внимание на спящем Медведеве. Причем на важнейших для Путина событиях. Во время открытия зимней Олимпиады в Сочи. И на торжественной речи о присоединении Крыма в Георгиевском зале Кремля. У Медведева отобрали даже грузинскую войну. Генералы в анонимном фильме заявляли, что президент Медведев, тогда он был президентом, все медлил, пока премьер Путин не позвонил с Пекинской Олимпиады и не взял бразды правления в испытанные руки. Казалось, времена свободы лучше, чем не свободы. Статьи России вперед ушли в мезозой. Медведеву урезали расходы на персональные игрушки. Сколково и кремлевские куранты, развернув медведевский проект о переводе времени вспять. Декриминализация экономических статей уголовного кодекса была успешно замотана в кремлевских коридорах. У них появилось даже слово «демедведизация страны». У него остался твиттер на айфоне, подаренном личностевым Джобсом. Теперь правительство насильно перевели Сэппла на Самсунг. Неужели, чтобы добить премьера окончательно? 24 сентября 2011 года мой лирический герой так отреагировал на отказ Медведева идти на второй президентский срок. Сердце болит за Русь-сташу матушку. Выдержит ли поступь она медвежью? Опоясал он трубками ее блестящими, цверлами прогурил, места потаенные, любил ее четыре года без отдыха. Тогда и вышли старцы пензенские, кликнули Владимира Владимировича. И восстанет Владимир Владимирович из Титикаки озера. Сбросит акваланг свое крыльяще, оплачится он в одежды белые, рубище в ретищем свое припоясает, осенит Русь-матушку крестным знаменем. Молвит, пришел я к вам вновь люди русские. Не осерчаю, боли прогоните. И вот кажется, сегодня сапог режима раздавил хрупкое стекло премьерского айпэда. Его чиновники, видите ли, не видят ничего дурного в запрете фейсбука и твиттера. Твиттер Медведева от боли закричал, с меня хватит. Но пока закричал только его твиттер. Будет ли продолжение? Или опять мы услышим привычные новости о посещении премьером съездов сельских депутатов? Или все-таки Россия хоть немножко вперед? Или хотя бы не сильно назад? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова